Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Диктатор. Часть первая. Порыв к власти. Глава первая. Все гости входили пристойно. Аккуратно открывали и прикрывали дверь в гостиную, сначала громко здоровались сразу со всеми, потом чинно обходили комнату, рукопожатствуя с каждым. Он не вошел, ворвался и так хлопнул дверью, словно хотел с ней расправиться, и прямо с порога крикнул нам. «Это безобразие! Спрашиваю, как это вам понравится?» В эту минуту я увидел его впервые. Впоследствии я научился отделять его внешность от характера, но тогда меня поразило, насколько облик ворвавшегося в комнату человека не координируется с его поведением. Сейчас портреты Гамова висят в миллионах квартир. Никого не удивить подробным описанием его наружности. Но, повторяю, меня поразила не внешность Гамова, в общем, вполне ординарная, невысок, широкоплечь, крупноголов, туловище плотное, ноги коротковаты, руки еще короче. А именно то, что обыденнейший вид никак не сочетался с необыкновенной манерой вести себя. «Алексей Гамов по профессии астрофизик, по душе отпетый философ, по натуре взбесившийся бык», — сказал Павел Прищепа, инженер моей лаборатории. «Павел привел меня на четверг у Готлиба Бара, пообещав, что встречусь с интересными людьми и получу удовольствие от умных разговоров в смеси с безумными выходками». Не знаю, относил ли Павел красочное появление Гамова к обещанным безумным выходкам, но Гамова он обрисовал точно, в этом сейчас не сомневаюсь. Готлиб Бар, хозяин четверга, знаток литературы, ироник и циник, один отозвался на громкое воззвание Гамова. «Один мой приятель сработал пьеску и назвал ее «Как вам это понравится». Он подразумевал, что ни пьеса, ни зрители, которые будут ее хвалить, ему самому не по вкусу. «У меня такое же отношение». «Не нравится». Удовлетворил мой ответ? «Еще меньше, чем пьеса твоего приятеля». Гамов плюхнулся в кресло, вытянул ноги и энергично хлопнул себя по коленям короткими сильными руками. Видимо, давал выход чувствам. Потом я часто видел у него этот жест, когда он бесился. «Догадываешься, почему? Ты же не знаешь, о чем я спрашивал?» «Не знаю», — согласился Бар. «Но какое это имеет значение? Что бы ты ни имел в виду, ответ может быть только в двоичном коде «да» или «нет». Слово «нравится» мне нравится гораздо меньше, чем «не нравится». Ибо и в совершенстве есть изъяны, и на солнце есть пятна. «Нет» всегда обоснованнее, чем «да». Вот почему отвечаю спокойно «нет». Гамов вдруг стал очень серьезным. Он был мастер на внезапные переходы от возмущения к добродушию, от бешенства к спокойствию, от равнодушия к ярости. Мгновенные перемены настроений входили в систему приемов, которыми он сражал противников. «Значит, не дошли последние сообщения», — сказал он. «Так вот, Артур Марудзян выступил с новой речью. Он обещает помочь Патине против Ламарии в их вековечном трагическом споре о каких-то трех вшивых пограничных деревеньках. «Завтра начнется мировая война». Уж и война, да еще мировая. Допускаю, пара стычек патрулей, трое раненых, один убитый. Большего споры Патинов с Ламарами и не стоят. «Война мировая завтра, не ухмыляйся. Говорю, не говорю, кричу. Завтра война. И всем нам крышка. Всему миру крышка». Он, конечно, не кричал, но постарался, чтобы голос звучал выразительно. Он с вызовом оглядывал гостей бара. Теперь я должен сказать и о них. Многие сыграли роль в последующей драме. Кое-кого я знал и раньше, иных видел впервые. Среди незнакомых выделялся рослый, жилистый, длиннорукий, с аскетическим лицом Джон Вудвард. «Кортес, лет десять назад переселившийся в Латанию и объявивший, что, наконец, нашел родину по душе. Это не мешало ему, как я сам потом слышал, гневно ругать наши порядки и восхвалять Кортезию, которую он изменил. Правда, было известно, что на старой родине он не рассыпался в похвалах и ей. Он был из людей, которые видят хорошее лишь там, где их нет». Второй незнакомец, Аркадий Гонсалес, преподаватель истории искусства, знаток древней живописи, казался сошедшим с одной из старых картин. Он только сменил одежду на современную. Ускалицый, остроносый, с кожей такой нежной, сталий такой тонкой, с кистями рук такими маленькими, что переоденься он с женщиной, и никто бы не догадался, что перед ним фанатик жестокости и силач. Все это я узнал о нем после, а в тот вечер только любовался им. Он был незаурядно красив. Зато третий незнакомец, Николай Пустовойт, желание любоваться им отнюдь не вызывал. «О таких, как он, говорят, отворотясь, не насмотришься». Я не хочу сказать, что он был уродлив, фигура и лицо выглядели вполне нормально, но в целом складывалось впечатление, что он некрасив. Вероятно, это объяснялось несимметричностью. Над крупным телом, на длинной шее вздымалась маленькая голова, а на мелком лице торчал чрезмерный нос, мощно нависающий над столь же чрезмерным толстогубым ртом. Потом, когда его изображения стали часто передаваться по стерео и печататься в газетах, необычный облик постепенно перестал удивлять. Но в день знакомства я запомнил только огромный нос над широким за щеки красным ртом. Все остальное на этом лице терялось. К тому же вы невольно ждали, что у крупнотелово и мощноротово Пустовойт и голос окажется громким и повелительным, во всяком случае четким. А речь была тихой и невнятной, почти смиренной. Он был чутким и мягким, этот странный голос Николая Пустовойта. В тот момент бухгалтера строительной конторы, а впоследствии могущественного министра милосердия. Как много, как бесконечно много отчаявшихся людей протягивали к нему руки за помощью. «Сейчас я знаю, что только тихий, добрый голос Николая Пустовойта истинно отвечал его характеру. Об остальных гостях Готли Бабара говорить не буду. Они сами расскажут о себе в назначенное время. Но о хозяине четверга упомянуть нужно. Кстати, о забавном прозвище. Оно возникло из его литературных увлечений. Он рассказывал, что какой-то писатель, я его не читал, опубликовал роман под удивительным названием «Человек, который был четвергом». «Я, конечно, не четверг», — важно говорил о себе бар. «Но раз уж собираю вас у себя на четверговые встречи, значит, хозяин четверга. Наименование точно отвечает моему значению в вашей компании». И хохотал, упоенных хлестким прозвищем. Любовь к позе была главным в нем, впоследствии моем друге и помощнике. И он искренне считал себя значительнее всех нас, ибо умел о любом факте высказать два противоположных мнения, и оба убедительных. Но сразу же отмечу, что этот софист и ерник, в тот момент лишь главный инженер мотора строительного завода, Готли Барр глубже нас всех вникал в практические дела и куда лучше выискивал бездны возможностей в каждой безвыходной ситуации. По профессии инженер, он по глубинной сути своей был государственным организатором. И не подозревал об этом, пока его чуть ли ни силой не сделали тем, кем он был от природы. Жена Бара, безликая женщина, вкатила столик с чашками, самоваром и печеньем. И тут же ушла. В тот вечер я не рассмотрел ее. И потом, хотя видел сотни раз, так и не запомнил ее внешности. Вероятно, просто нечего было запоминать. Она возникала, что-то делала и исчезала. Все остальное, кроме того, что она возникает и исчезает, не имело значения. Николай Пустовойт налил себе чаю, схватил печенье и, звонко хрустяем, заговорил. Патин и вечно ссорится с ламарами. Но почему обязательно война? Гамов ответил с прежней энергией. Потому что ваш любимый вождь, ваш ошалелый дурак, ваше ничтожество, Артур Марудзян, обещал сегодня помощь Патинам в их пограничных спорах. А Патины этим завтра воспользуются. — Зачем ты так? — с обидой произнес Пустовойт. — Ты же знаешь, я не максималист. Трудно, очень трудно говорить с тобой. Он отвернулся от Гамова. Эстафету спора перехватил Вудвард. Он не в шутку возмутился. — А я буду говорить. И не позволю так отзываться о Марудзяне. Я максималист. И высоко чту лидера моей партии. Я не знаю другого такого же. — Дурака и ничтожество! — хладнокровно повторил Гамов. — К сожалению, иначе назвать вашего лидера не могу. Теперь у вас две возможности, Вудвард. Вызвать меня на дуэль или написать на меня донос. Вызывать не советую. Стреляю без промаха. Сто раз проверено. В дуэли все шансы на моей стороне. — Есть еще третья возможность, — гневно отрезал Вудвард. — Прекратить всякое знакомство с таким человеком, как вы, Гамов. И он резко отвернулся. Гостиная в трехкомнатной квартире бара была просторная. На три кресла и шесть стульев. Вудвард прихватил кружечку чая и уселся в дальнем углу, демонстрируя равнодушие ко всему, что еще произойдет. Гамов проводил его насмешливым взглядом. На Гамова насел бар. — Все, что ты нам тут наговорил, — вздор. И я это докажу. Ты все можешь доказать. И что черное абсолютно бело. И что белое черным черно. Ограничусь пока тем, что белое бело. Отвечай, можно ли начать большую войну без подготовки? Без накопления материальных ресурсов, резервов оружия, без скрытой мобилизации? — Невозможно. Ну и что? — А то, что такой подготовки нет. Мы ее не видим. А ведь скрыть ее невозможно. Тебя это не убеждает? — Убеждает в том, в чем я давно убежден. Если марудзяны, маршал Комлин, начинают большую войну, предварительно к ней не подготовившись, то им нельзя управлять страной. Нас разобьют. Бар обратился к молчаливому Казимиру Штупе, военному метеорологу. Я с ним встречался в семье Павла Прищепы. Генерал Леонид Прищепа, отец Павла, по должности соприкасался с метеорологической службой. Молодой ученый ему нравился, а Павел со Штупой дружил. Надеюсь, Казимир, вы не выдадите государственных секретов, если скажете, есть ли изменения в режиме метеорологических станций. Судя по тому, что небо безоблачное и ветра нет, больших нарушений погоды не ожидается. Я верно оцениваю обстановку. Штупа пожал плечами. Погода может измениться ежечасно. Стоит говорить лишь о запланированной стабильности климата, но не о постоянстве ветра или дождя. Опасных нарушений метеообстановки пока нет. И особых мер по сохранению климата не предписано. Кстати, на ближайшие двое суток планируется отличная погода. Ты слышал, Гамов? Бар любил побеждать в перепалках и умел это делать. Нарушений климата не предвидится, а без этого крупная война невозможна. В старину обходились маршами пехоты и наступлениями бронетанковых армий. Современная добротная война — это прежде всего жестокая метеосхватка. Разве не так? Гамов снова изменился, согнулся в кресле, криво усмехаясь. Он вдруг словно постарел на десяток лет. Такое нельзя было сыграть. Его искренне терзали страшные предчувствия. — Добротная война, — сказал он горько. — Бессмысленная, так правильнее. Преступление перед человечеством, какого еще не бывало. Все войны по-своему преступны, ибо приводят к гибели невинных и непричастных людей. Ты это хотел сказать? — Бессмысленная война, — повторил он. Много было войн в истории. В некоторых имелся свой смысл. А в той, что разразится, смысла нет. Она бесцельна, и потому преступна. До этой минуты я только молчал и слушал. У меня не было своего мнения. Я еще не думал, скоро ли война, будет ли она вообще. Великие события мира от меня не зависели. Но мысль о бессмысленности новой войны заинтересовала. Я попросил объяснения. Гамов ответил лекции. В ней уже были те идеи, с которыми он впоследствии обращался ко всему миру. Но в тот вечер я не был к ним готов. Гамов. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...